всем привет последний день лета не показывал не раз цвет желтка от моих курочек какой он летом цветом конец лета уже последний день лета вчера это было замучено пшеница она сейчас до обеда постоит до обеда постоит и это гиганты до обеда постоит она уже начало кое-где прорастать сверху был не везде дает такие маленькие отросточки и вечером они вечером после обеда я ее она сейчас постоит подышит ну вот видно если вот так взять картину видно начинает проклевываться мы ее будем давать нашим курочкам я покажу цвет желтка помните не только попугай кукурузу едят но и коты тоже кукурузу вот кстати насчет кукурузу я гадаю курям дроблен кукурузу я курям сейчас не даю вообще потому что это кукуруза там или немного у меня осталось у вас сибири проблематично не достать пол мешка есть но это я берегу чистой для коров для попугаях чтобы они выкармливали пенцов говорю курям я ее не даю и вот посмотрим какой а вот она пророченька вот это пророченька для вот такой хор у меня сидит здесь в вольере это 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 прекрасно вот так под окном они сутричка начинают петь ну пускай даже не прям такие песни но зато щеглы как поют а щеглы кушать ждусь так когда не ша ты кукурузу хочешь твоего шпана кукурузу месяца съедят ну давай покушай кукурузу ну вот так вот такой хоровод у него дарю вот она вот пророчная пшеница не для такой степени которые для курей даю курям дам она не прорастет это вот эта пророченька стоит в холодильнике и я стараюсь чтобы она больше вот не прорастала семечка видите наклюнулась это самое такое лакомство для птицы сейчас я не буду давать очень весело ну все попозже вот они пришли шпана вот она полностью оккупировала весь двор лазит везде цыплята устраивают набеги на собачьи миски чистят весь двор ни одного насекомого дворе сейчас нет все все вредоносные насекомые уничтожены вот этими цыплятами вечером яйца несколько штук разбил и покажу желтки какие они я считаю что ну кормлю дробленка их мясом рыбой варю кукурузу или там свеклу или морковку я не даю поможет еще столько много ее нету я думаю пророче все равно от пророщеньки вот появляется вот этот цвет яиц хотя вот мое предположение на самом деле как я даже не знаю сейчас посмотрим цепа цепа вот мамаша пришла цепа 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 кушать кончилось это половина цыплят по вторая половина где-то лазит цепа 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 они уже больше матерь ой 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 все надо посмотри все что-то моим сказал куда сваливают они опять зовет посмотреть доешь ты спокойно какие шуглю да никто вас не тронет все ветик одна команда ведь какие послушные тюк все по кустам джесси тебя боятся что ли да все испугаются ладно ведь попозже увидимся сразу же не забыл показать сразу же готовлю новую порцию порции пророщите пшеницы сейчас просто нету нечего не останусь обычная ячмень а я тоже добавляю уже пошел новый ячмень новый урожай подешевела немного вот сколько воды да вот примерно так оставляю и вот столько же он это пшеница разбухнет она поднимется почти до верху если воды недостаточно она всю воду в себя в это заберет и все сутки завтра живут до этого времени до утра я ее так же промою и все она простоится подышит если ее например оставить до завтрашнего утра то она уже даст даст отростки и хорошие отростки жест на воздухе это дается каждый день без исключения зима лето осень весна вообще без разницы если я не забыл бывает что иногда я забываю замачивать но это бывает очень редко всегда вот замешал промыл сразу ведро освободилось сразу же на этот набрал и сейчас вот я ее в теплицу поставлю более не не теплое место хотя и на улице нормально но все равно в теплице она лучше набухает солнышко греемся и спим всю ночь охраняла а теперь без выходных без праздников круглосуточная охрана вторая шпана лазит все он давил от курочки слышите несут яйца цыплятки всему огороду по всему двору двор у нас не маленький здесь даже и конец отсюда не увидишь за машины и ворота и ну и ширину это в длину 12 соток также и куры только не с другой стороны там огромная территория траве всех это райская жизнь для них поэтому и куры яйцо вкус яйца цвет яйца это от этого много значит чем они сидят в клетках некоторые же здесь же дома в клетках как и на птицефабриках там никакого различия нет кормят также комикормом когда птица вот так бегает по земле там совсем совсем другое дело и клиенты конечно тот кто попробует от ваших курочек яйца все это это 90 сто процентов вот кто берет первый раз яйцо буду на следующий день сразу же перезванивают или пишут сразу же мне позавчера одна лена по моему ее муж приехал яйца взяли 30 штук это утром мне пишет мне еще 60 штук прямо это все я беру я вас всегда буду брать ну вот видите это качество качество это когда возвращается клиент они продукция поэтому когда вы есть возможность хорошо птицу кормить вот натуральным продуктами и качество вашего товара мясо яйца будет превыше всего яйцо мясо молоко рыба вот эти вещи на которых реально можно заработать а вот утки индюки сашки гуси это так на любителя на них нету столько клиентов как на яйцо например или на мясо бройлеров очередь очередь на яйцо есть всегда сейчас уже больше 60 яиц несут они в день это я вот сейчас пошел у меня у корыла начали вылупляться птенцы урвал яйцо но мы его сами не всегда их еди очередь всегда стоит очередь но это и хорошо сами себе кормят и нас еще кормят ладно до вечера голуби тоже высота неплохая поднялись их толком и не видно но за не уточки плавают уточек выгнал наш ручей короче идиллия идиллия птичек ну вот такое в таком месте живу где это возможно ведь ручей там для кур есть место для уток птица наслаждается жизни спокойно вот хотя не только вышли когда выйдут они давай нырять под воду блюжу все спокойненько плавать на берегу минутки здесь капусты едят на них тоже сейчас есть заказы на мясо мне когда мне их никогда сейчас их резать обделывать выходные теща придет не дома будет что помогли чистить заказы есть надо резать потихоньку оставим себе на племя крупных здоровых говорю штук уточек 5 и селезни 1 и все остальных всех отправим на мясо последний день лет как хорошо такая погода обалденная кто это пеночка что ли еще поют сиди для любой сюда красиво так ладно не буду ваше время отнимать пойдем пойду на стройку я сейчас пока никуда не пеноплексом закрывать сисьмо пояс все бегут детки вот смотрите появились и белые такие точечки зерна все зерно это уже живая еда называется она жила сейчас в нем происходит процесс как раз наши курочки сейчас сейчас вот было две половинки осталось одно с утра давал сейчас не так уж и много начинает время пол пятого это все съестся это все съестся все вот они начали есть сейчас пойдет соберем яйцо и вечером еще я не все съедят подчистую вечером еще чуть-чуть на ночь может за это пшеницу все пойдем собираться съесть вот смотрите в краснета гола шейки несут здоровые яйца куча яиц везде сейчас мы вон там вон те домики покажите быстро соберу яйца ладно сейчас быстро соберу посчитаем сколько скажу 65 яиц мы собрали вот они джесси ну курей примерно вот несушек там 70 штук сейчас есть вот такие видите молодняк начал снестись это я два-три штуки еще не посчитал это я посчитал каких или хотя если я не ошибся ну короче где-то 65 67 яиц крупные сейчас бить не буду сейчас проверим желток какой цветом очередь большая очень на яйца вот разобьем им яйцо молодежи там без разницы кушают все одинаково все там одинаковые яйца должны быть просто очередь стоит большая яйца сейчас не могу просто бить он давайте вот смотрите это молотка это голубая аврора при наверное где-то несется подсмотреть какой желток яркий яркий видно на камеру он такой но он он оранжевый да смотрите в камере немного бледнее в камере так он более этот вот видите какие желтки это еще и молотки ну все этот я уже вот эти мелочи то я буду варить карелла мы там лан сидим и остальное остальное просто на продажу не хочу я и так очередь стоит яйца блин сами иногда не а насчет я яиц но и всегда обязательно я это это я это клиентам то что там говорят нельзя мыть это такой бред надо мыть я я даже когда на инкубацию вложу я яйцо мою обязательно это грязь которая вот она вот эта грязь да вот например ее хотя здесь немного но она все равно если не помыть она же пропитается туда если там какие микробы бактерии да вообще чистый вид это чистый вид приятно приятно когда яйцо чистое клиент берет яйцо чистое красивое домой принес вот вот яйца видите оплодотворенные все вот вот они вот вот это будут цыплята если бы мы их заложили в инкубатор яйца были оплодотворенные и желток ну с такой вот как блин их еще сравнивают же в них втыкают зубочистки как как определить что яйцо качественное короче берут зубочистку не знаю это пойдет нет и втыкают в желток вот видите она стоит я вот смотрел эксперимент магазина яйцо так так держаться не будет это вот говорит о том что яйцо качественный желток ну качественность он не растекается он очень такой мощный это говорит как 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 я смотрел как определяет качество яиц вот специалисты показывали если были бы сейчас зубочистки вот так можно их натыкать как ежика сделать и желтком ничего не случится а магазина и вы проткнете он просто расклывется и все ну вот вот такие вот так несут наши куры вот такие цветом яиц яйца а вот от чего я вот не знаю дробленка пшеница зелени очень много чё тыкву едят мясо рыбу вареной это не от мяса не от рыбы конечно я им варю сейчас я не к не каждым в неделю несколько раз у меня есть сейчас сейчас покажу я уже показывал как я варю у меня есть вот такие куски образе вот этот кусок мяса на ведро он ведро вот она или малированная вот туда кидаю это все варится с пшеницы и даю курям поэтому они несутся хорошо ну ладно спасибо за просмотр так что вот он яркий хороший красивый желток спасибо всем большое за просмотр всем пока скоро увидимся спасибо